Привет, друзья! С вами Микан Байреев, АК Мистер Сайберсек. Я работаю в компании Мадевс в отделе киберсеков и руковожу им. Сегодня мы будем с вами на стороне защищающихся, так называемый Blue Team. И будем проходить с вами челлендж из категории Шерлокс на Хакзбокс. Это относительно новая категория, появилась она около полугода назад. И содержит в себе такие челленджи, как анализ маловари или расследование инцидентов. Так что присаживайтесь поудобнее и поехали! На странице челленджа нас встречает описание челленджа. Нам тут говорят, что как быстрорастущий стартап Forella использует платформу для управления бизнесом. К сожалению, наша документация скудная, а администраторы не особо осведомлены о безопасности. Как наш новый провайдер безопасности, мы бы хотели, чтобы вы взглянули на пикап файл, это дамп трафика в сети, и проанализировали, были ли мы скомплементированы. Вот такой вот запрос по отношению к нам. Далее нам предлагается скачать файл Mercat.zip и 10 вопросов, на которые нам предстоит ответить. Я эти файлы уже скачал, они у меня находятся здесь. Тут два файла Mercats Mercat Alerts JSON и Mercat Pickup. Первый вопрос звучит следующим образом. Мы убеждены, что наша платформа по управлению бизнесом была скомплементирована. Пожалуйста, могли бы вы подтвердить, как называется запущенное приложение? Хорошо. То есть нам тут подсказывать, что последняя буква T. Но давайте откроем Mercats Alerts, посмотрим, и на Mercat Pickup посмотрим. Для этого запустим в Wireshark Mercat Pickup и запустим в Sublime в текущей директории. Так, нет, не здесь. Sublime в текущей директории. И посмотрим на Mercat Alerts JSON. В данном файле у нас JSON объекты. Каждый объект репрезентует некий alert в системе алертинга, где есть категория атаки. То есть эта система мониторит трафик, по всей видимости. И логирует какие-то ивенты. Если мы ее полистаем, мы увидим, что есть разные категории. Категории Not a Spishest Traffic, то есть ничем не примечательный трафик. Есть категории MISC, или Attempted Administrator Privilege Gain, то есть попытка получить администраторские права. Exploit Bonita Soft Authorization Bypass. И вот этот Bonita Soft, по всей видимости, есть название того приложения, которое атакующий эксплуатировал. И тут же есть CVE-шка. Давайте просто загуглим, что же это такое, Bonita Soft. Open Source Business Process Management. Business Management Platform. Я сейчас здесь проверить не смогу, но это правильный ответ. И приложение, которое запущено, является Bonita Soft. Дальше. Мы убеждены, что атакующий использовал подкатегорию Brute Force Attack. Могли бы вы назвать, как эта подкатегория называется. И здесь два слова, последнее G нам подсказывает. Чтобы понять, что это за атака производилась, нам нужно взглянуть на пикап-файл в Wireshark. Так как Bonita Soft, это приложение, которое работает по HTTP, написано на Java. Давайте посмотрим на HTTP трафик в нашем дампе. Мы видим пост-запросы на Bonita Login Service. Давайте заполваем поток и посмотрим, что здесь у нас имеется. Здесь два запроса, два ответа. Так, запрос на Bonita Login Service. Host Forella Co. UK. Python с криптом осуществлялся некий перебор, да? Причем перебор такой интересный, где один запрос это username install password install, а второй запрос это username clerk killich, процент 40, это у нас URL закодированная собачка, символ собачки, parella co.uk и некий пароль, да? То есть, как будто бы идет перебор сотрудников, да? Сейчас мы дальше с вами разберемся, что это такое. Итак, Bonita Login Service. Давайте также загуглим. И это точно так же ведет нас вот на Bonita Login Service. Хорошо. Так, второй вопрос у нас был, что это была за атака. Давайте дальше смотреть. HTTP. Мы видим так. Один запрос, один username. Другой запрос. Уже у нас Лаурен Пироси. Собачка Forella Co. UK, да? Дальше у нас опять инсталл. Дальше. Мерно. Ромео Forella Co. UK, то есть каждый пост запрос, как будто бы, да? Это у нас, даже не как будто бы, а так и есть. Каждый пост запрос это некий, это юзернейм, да, e-mail сотрудника компании и некие пароли. Причем не особо длинные. И данная атака называется Credential Staffing. Это атака, когда мы уже имеем какие-то креденшалы, какие-то пары логинов и паролей. Да, мы получили эту пару логин-пароль или там одну пару или несколько пар при взломе одной системы. И мы используем эту пару логин и пароль или там список этих логинов и паролей. Или просто список паролей и логинов. И мы просто используем вот эти вот списки для того, чтобы получить доступ к другой системе. Да, если вы смотрели мои предыдущие видео, мы так уже делали много раз, когда получали какие-то пары логин и пароль, и потом использовали их для того, чтобы подключиться по SSH или подключиться к базе данных. Эта атака называется Credential Staffing. В сайте Cloudflare приводится описание. Credential Staffing is a cyber attack in which credentials obtained from a data breach on one service are used to attempt to login to another unrelated service. Да, то, что я и сказал, в принципе. Credential Staffing – это правильный ответ. Движемся дальше. Третий вопрос. Does the vulnerability exploited have a CVE assigned and it's all which one? Имеет ли уязвимость, которая была эксплуатирована в данном случае, идентификатор CVE? Если да, то какой? Ну, тут все более-менее просто. Мы посмотрим на наш Mercat Alerts.json. И вот здесь есть CVE этой уязвимости. Да, мы можем ее скопировать. Пойти в Google, найти посвященную этой CVE-шке страницу на сайте nist.gov и ознакомиться с ней. Тем временем, это правильный ответ в конце, видите, семерочка. Прочитаем. Bonita Web 2021.2 is affected by authentication, authorization, bypass vulnerability due to an overlay broad exclude pattern used in the rest API authorization filter, blah-blah-blah-blah. В общем, да, этот софт Bonita Web. Уязвим к обходу аутентификации и авторизации. Итак, хорошо. Значит, task 3 мы решили. Это данное CVE. Дальше нас спрашивают. Which string was appended to the API URL path to bypass the authorization filter by the attackers exploited? И тут нам подсказывают. Please enter with no special characters. Мы уже знаем и только что прочитали это в описании. Данная строчка является точка запятая i18n translation. Кстати, знаете ли вы, что значит i18n? Наверняка вы часто такое встречали, если работаете в сфере IT. Так же, как и в случае с кубернетисом. Да, вы знаете, что кубернетис это k8s. Да, дело в том, что цифра 8 в слове кубернетис это количество символов между буквой k и s. Да, все так просто. И в слове i18n это слово internationalization. Если вот правильно. Да, и 18 это количество символов между i и n. В общем, i18n translation является нашим правильным ответом. Дальше. How many combinations of usernames and passwords were used in the credential staffing attack? Тут чуть-чуть посложнее. Сколько было комбинаций юзернеймов и паролей использовано в credential staffing атаке? Чтобы это выяснить, нам нужно обратно идти в Wireshark, открывать HTTP. Мы можем пойти, например, в статистику и посмотреть HTTP packet counter. Мы увидим здесь 126 постзапросов. Мы увидим здесь 114 запросов с кодом 401 on authorize. Но это все будут неверные числа, потому что, как вы помните, перед каждым запросом с использованием имейла сотрудника компании есть еще и запрос с юзернеймом install. Что мы можем сделать, чтобы получить более точную цифру? Мы можем пойти в File, Export Objects и экспортировать HTTP пакеты. И, как видите, content type у HTTP запросов на логин сервис у нас имеет application xvvv-forum-url-encoded. Среди этого всего есть еще и textplain, multipartform-data, application.json. Это нас не интересует, нас интересуют запросы на логин сервис. Поэтому мы вот здесь отфильтруем по content type, выберем application xvvv-forum-url-encoded. И теперь в списке имеются только эти запросы на логин сервис. Удобно. Давайте сделаем save all, http-rex. Далее. Давайте посмотрим на логин сервис. Мы видим, что каждый запрос, каждый файл – это тело пост запроса, внутри которого есть юзернейм и пасворд, который использовался. Соответственно, что мы хотим? Мы хотим посчитать файлы, в которых есть forella.co.uk. Или там на процент 40 forella.co.uk. Вот эта вот строчка, скажем, да. Вот она уникальная для всех файлов, в которых происходит перебор этих пользователей, попытка войти под этими пользователями. Соответственно, или даже можно вот так вот просто сделать, да, без собачки. Мы по вот этому признаку отсортируем файлы, получим только те, которые нам нужны. Далее, просто посчитаем уникальные. Давайте это и сделаем. Итак, возвращаемся в консоль. Давайте с вами удалим все файлы, которые не подходят под наш критерий. Давайте с вами, знаете, как сделаем? Мы поищем файлы, в которых не содержится упоминание этого критерия нашего и удалим их все. Для этого сделаем grep, рекурсивно, большая L, forellaquavik, password в текущей директории. И, соответственно, мы тут получаем список файлов, в которых не содержится данная строчка. И мы можем спокойно их удалять. Они нам не пригодятся. Для этого мы передадим этот список через Xarx в Rm и удалим их. Теперь у нас остались файлы, в которых содержится так или иначе комбинация с попытками войти под имейлами сотрудников компании. Среди всего этого могут быть и дубли. Поэтому нам надо избавиться от дубли. Наверняка где-то были повторные попытки с одним и тем же имейлом, например. А нам нужно посчитать уникальные комбинации. Итак, для того, чтобы посчитать дубли, точнее убрать дубликаты, мы вернемся в терминал. Давайте сделаем md5.sum всех файлов в текущей директории. Мы получаем суммы файлов. И сразу же видим, что три последних, да, у 113, 115, 117, у нас имеет одинаковый хэш. Это означает, что содержимое этих файлов одинаковое. И вот нам вот таких дублей нужно просто избавиться. Что мы сделаем? Мы сделаем sort, unique, так, w32, размер хэша, минус d, vc, минус l. Где d отвечает за то, чтобы напечатать на экране только уникальные строки. Да, соответственно, если мы выполним вот эту команду, получается только файл вот с таким вот хэшем, содержимое, которое имеет вот такую вот сумму, да, md5 сумму, и является дубликатом. Значит, мы просто его и удалим. Далее делаем wc минус l, получим. Так, стоп. Нам, в принципе, не нужно печатать вот так вот. Мы сделаем и получим список уникальных. Да. И посчитаем wc минус l у нас 56. И это является правильным ответом. 56 уникальных комбинаций. Дальше. Вопрос номер 6. Which username and password combination was successful? То есть, пароль к какому юзернейму подошел, какая пара логин и пароли была успешная, после чего атакующего пустила в систему. Для этого вернемся в Wireshark. Пролистаем запросы. Мы видим, что все предыдущие запросы имеют код 401, да, код ответа 401. Далее мы видим, что на каком-то этапе, да, вот этот запрос возвращает код 204. Давайте в него посмотрим. И мы видим постзапрос. Себ, брум, собачка, фарелла, ковикей. С паролем government. Получаем ответ от сервера 204. И тут же несколько куки устанавливается в браузер пользователя. Далее у нас постзапрос на page upload. И полетели. Да, видимо, это и есть наш правильный ответ. Себ. Брум, собачка, фарелла, ковикей, government. Давайте его скопируем. И вот здесь, вот в таком формате, сдаем ответ. И это правильный ответ. Движемся дальше. Вопрос номер 7. Если был использован какой-либо сервис по обмену текстами, что-то вроде гиста, да, то какой это был сервис, какое название у этого сервиса? Мы видим тут что-то, что-то, точка, звездочка, о. Давайте смотреть. Опять же, на http потоке. Мы видим вот здесь, да, после успешного логина, что здесь происходило. Посмотрим в http поток. Немножечко полистаем. Видим, что атакующий постзапросом заливает файл rce-api-extension-zip, zip-файл. Немножечко полистаем, полистаем, полистаем. Далее получает ответ, что загрузка была успешная. Далее атакующий снова делает запрос на api-extension-rce, да, remote-code-execution. Выполняет команду whoami, на что получает ответ, что он root. Но пока что мы здесь не видим никаких текст-шеринг-сервисов, которые бы атакующий использовал. Давайте взглянем немножечко дальше в потоке. Например, вот здесь, на delete, запрос снова. Так, снова 401, 401, давайте взглянем вот сюда. Снова вот 7Broom подошел. Дальше заливается zip-файл. Снова плагин, по всей видимости, который дает атакующему возможность выполнять команды. То мы здесь видим. Пока ничего особенного, все то же самое. Результат команды etc.pass.vd. Нам это неинтересно. О, вот смотрите. Тут происходит запрос в get.htps.paste.io. Давайте посмотрим. Сохраним. Сохраним. Куда-нибудь себе, вот сюда. И pastes.io является нашим правильным ответом. Далее, вопрос 8. Please provide the file name of the public key used by the attacker to gain persistence on our host. Укажите название файла, который содержал в себе публичный ключ, который атакующий использовал для того, чтобы получить постоянный доступ к нашему серверу. Давайте снова взглянем на http-потоке. Что здесь происходит? Даже не так. Атакующий получает данный файл, и затем он выполняет данный файл. Отправляет в bash. В bash и вот данный файл. Что мы можем сделать? Мы на самом деле можем просто выполнить у себя здесь curl. До этого url, и посмотрите, содержимое. Мы увидим, что там скрипт binbash. Скрипт, который также вызывает curl. И скачивает еще один файл, и ложит содержимое этого файла в home ubuntu ssh autorized keys. И вот таким образом получает ssh доступ к данному серверу. После чего он сможет уже со своим приватным ключом по ssh подключиться к нему. Я так полагаю, что вот это и есть название файла с публичным ключом. И это на самом деле правильный ответ. Далее. Can you confirm the file modified by the attacker to gain persistence? Ну тут все просто. Файл, который атакующий модифицировал, чтобы получить доступ, это home ubuntu ssh autorized keys. И это тоже правильный ответ. Далее. Последний вопрос. Can you confirm the meter technique ID of this type of persistence механизм? Чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно лишь загуглить метро техник или метро техник ID. И персистанс у нас получен за счет autorized keys. Поэтому мы просто пойдем в Google, напишем mitre autorized keys. Мы попадем на страницу. Авторized keys, да. Вот оно. И IDшник T1098004. Тут описывается, да, эта техника. Соответственно, мы возвращаемся сюда. Вбиваем этот идентификатор. И челлендж пройден. Вот такой вот интересный тип челленджей, друзья. Мне определенно понравилось. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok